Как говорил Александр Третий, у России есть только два союзника, из которых один, как мы все знаем, это флот. И было бы наивно полагать, что западные партнёры не постараются нанести по нему удар. Не только по военному флоту, но и, что очень важно, по гражданскому. России объявлена морская блокада. Первым шагом Запада против российского судостроения стали санкции против российских судостроительных предприятий, судостроительный завод «Звезда», «Северная верфь» и множество других. Одновременно с этим были разорваны контракты на постройку танкеров-газовозов для российского амбициозного проекта «Арктик-СПГ». Сам проект поставлен на долгую паузу ввиду запрета на поставку Европой оборудования для буровых платформ. Запрет на поставку судового оборудования серьёзно нарушит работу российских верфей к началу 2023 года, когда накопленные запасы импортного оборудования иссякнут. Больше всего пострадают научные, пассажирские и рыболовные суда, в которых доля импортных комплектующих значительна. Однако контейнеровозы, например, такие, которые судостроительный завод «Красная Сормова» штампует уже десятками, имеют низкую долю иностранного оборудования. Сормовцы также неплохо подготовились в области импортозамещения. Гособоронзаказу вообще почти ничего не грозит, ввиду почти полного импортозамещения. Единственной проблемой могут стать те корабли ВМФ, что уже имели несчастье обзавестись германскими двигателями. Но доля таких единиц на флоте крайне невелика. Второй шаг Запада был связан с морской блокадой России. Во-первых, это блокировка морских портов, куда теперь не могут заходить суда с российским флагом, а также те, что сменили регистрацию после 24 февраля с российской на любую другую. Кроме того, в шестом пакете санкций, принятом 3 июня, значится запрет на страхование российских нефтяных танкеров, который вступит в силу через 6 месяцев. По сути, это узаконенный призыв к пиратству, нападению на российские корабли. Российский военно-морской флот обладает внушительным опытом антипиратской деятельности, а также солидным числом патрульных кораблей. Россия сможет защитить свои суда. Кроме того, не стоит забывать и о портах дружественных России стран, которые смогут дать приют русским морякам. Однако появившиеся после 24 февраля проблемы ставят ребром вопрос о наличии у России мощного военно-морского флота. Защита русских кораблей от посягательств пиратов, борьба за порты и военно-морские базы – всё это – неизбежное ближайшее будущее российской дипломатии и ВМФ России. Такие задачи требуют большого числа новых кораблей, что понимают в руководстве флота и в Министерстве обороны страны. Но ключевым вопросом является один – время. Поэтому эксперты советуют – прочь долгострой! Если надо, стоит смело покупать суда и корабли у Китая, Турции и у тех, кто может их продать. России в короткие сроки нужен мощный флот – здесь и сейчас.